сегодня поговорим про вот такую болячку как гипертония все про нее знают медики они знают очень хорошо но почему-то они и считают болезнью сложно излечимой если не не излечимой совсем человеку которого поставлен диагноз гипертония вынужден все время принимать какие-то лекарственные препараты в том числе дорогие носить их с собой ограничивать себя в нагрузках эмоциональных физических вынужден соблюдать какую-то диету которую ему рекомендуют сейчас я вам расскажу о том что такое гипертония на самом деле и насколько легко она лечится так вот гипертония в первую очередь у нас вызывается двумя моментами момент первый сосуды изнутри залепляются так называемым плохим холестерином не надо этот холестерин путать с тем который содержится в сливочном масле или в других животных жирах это как говорят в Одессе две больших разницы причем разницы настолько больших настолько кардинальных настолько принципиальных что пожалуй это будет тема отдельная дело в том что живот холестерин который содержится в животных жирах необходим нашему организму для построения клеточных мембран то есть без холестерина вообще вы как биологический организм существовать не можете в принципе а вот тот липидопротеины низкой плотности которым относится так называемый плохой холестерин это но вещи имеющие немножко другую природу если вы читаете книгу которую я выкладываю в живом журнале у себя вы уже знаете что это такое если еще не знаете ну почитайте так вот этот холестерин начинает просто-напросто откладываться на стенках сосудов изнутри любой сантехник знает что когда засоряется труба давление после места засора сечение трубы в этом месте падает 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 в результате что происходит давление перед засором вырастает после засора падает для того чтобы обеспечить необходимый объем жидкости проток необходимого объема жидкости в единицу времени необходимо что сделать увеличить давление таким образом достигается более высокая скорость потока в том месте где труба становится сечение просвета трубы становится меньше простая гидродинамика ничего сложного нет совершенно так вот сначала организм реагирует на место засора каким образом в этом месте он начинает сосуды расширять постепенно у нас все сосуды снабжены собственными гладкими мышцами и имеют возможность как сужаться так и расширяться сначала он расширяет это все хозяйство но потом наступает предел расширяться дальше некуда а сечение просвет сосуда продолжает уменьшаться организм вынужден повышать давление сначала локально он это умеет ну а потом во всем организме вот давление у нас и начинает расти при этом всем при этом всем в том месте где сосуд залеплен да в этом месте проникновение питательных веществ сквозь сосуд в клетке уже невозможно это отдельный момент так вот требуется что требуется вот этот засор устранить борису николаевичу ельцину признан памятным президенту российской федерации свое время делали ортоконара коронарное шунтирование что это означает это означает что ему эти самые сосуды возле сердца чистили механически просто-напросто вводили зонт с ёршиком а вы как думали там что-то такое сверхъестественное было ничего подобного все очень просто зонт с ёршиком механически почистили выгребли всякое дерьмо оттуда под этот сам плохой холестерин он представляет из себя массу по типу пластилина и собственно все вот такая вот была операция за которой следила полмира выживет или помрет таки да если бы медиков в мединститутах учили разбираться в продуктах питания этой операции быть не потребовалось но их этому не учат вот в результате вы болеете а современная медицина которая платная снимает вас деньги пользуюсь тем что они сами не учи и тем что вы собственно тоже в этих вопросах не разбираетесь растворить это все хозяйство можно очень легко непринужденно одной простой вещью в качестве растворителя выступает так называемая омега-3 это у нас группа полиненасыщенных жирных кислот линолевые и линоленовые кислоты омега-3 омега-6 так вот самая доступная это омега-3 она находится в рыбьем жире но так как нам нужен именно растворитель нам потребуется для этих целей чеснок там этого очень много и делается настоечка очень просто но это в том случае если у вас гипертония не почечная а именно сосудистая если у вас гипертония почечная это говорит о том что у вас большая большая проблема именно с почками именно почки засорены в чем причина но причина очень простая человек при норме в суточной норме 4-6 процентов от собственного веса чистой воды питьевой выпивает значительно меньше в интернете ходят какие-то таблички о том что надо пить там по два стакана там ах два литра воды чистой в день этого достаточно кому достаточно люди разные один человек хрупкая девушка там ростиком метр пятьдесят и весом килограмм пятьдесят есть двух литров в принципе достаточно а если это здоровый мужик ростом под два метра весом за 120 килограмм ему двух литров категорически недостаточно тем более если он например занят летом на тяжелой физической работе какие два литра ему этого категорически будет недостаточно и речь идет именно о чистой питьевой воде сюда не входят не супы не соки не морсы не чаи потому что если вы что-то добавили в воду это уже не вода это уже еда и организм и воспринимает в принципе и категорически по-другому поэтому для лечения почечной гипертонии вам требуется в первую очередь начать увеличивать количество выпиваемой воды а во вторых все-таки немножко пролечить прочесть почки для этого подойдет такой препарат продается в аптеке называется цистон только дозировочку там надо увеличить раза в два от указаны в инструкции вот препарат травный химии там никакой нет вот все травные препараты у нас почему-то там дозировку указано в два раза меньше чем требуется на самом деле уж не знаю почему но наверное хотят чтобы они были не столь действенными как антибиотики антибиотики почки извините не лечат потому что там уже не столь инфекция сколько различные отложения засорение и так далее вот но и луковая шелуха вот но об этом я расскажу попозже каким образом лечить именно почки вот опять же все очень просто ничего сложного ничего фантастического нет в принципе лишайте врачей работы моего уважения за это